Здорово! Андрей, приветствую! Приветствую всех зрителей телеканала! Хотел вам рассказать одну интересную заметку про наши законодательства, про то, как многие люди выживают в это время тяжелое с законами, экономической кризисой и, собственно, составляющей жития и бытия нашего. Как вы знаете, недавно был принят закон, получается, в 2014 году, о Форекс, и теперь все Форекс, они не являются Форекс-кухнями, они должны быть Форекс-диленными. Но фишка вся в том, что только в октябре 2015 года вступят основные положения этого закона. Соответственно, до этого момента все выкручиваются как могут. Недавно меня познакомили с одним человеком, который просили его проконсультировать. Я же, ну, как являюсь директором позиционного развития, да, то есть я интересуюсь инвестициями и куда что, как можно вложить. Человек, очень интересный, забавный молодой человек, которого зовут Павел Неводин, запомните это фамилию и имя, и будьте осторожно, да. Потому что человек говорит, что он якобы обиженный менеджер таких банков, как ВТБ24, у человека там открытие, Райфвайзенбанк, его там, как говорится, не любит, не холит, не лелеет, а он такой хороший, молодец. В итоге, как он утверждает, увел всех клиентов оттуда, каких-то жирных, очень крупных, и теперь, собственно, он молодой управляющий портфельный, который, собственно, предлагал и мне, то есть вступить в его ряды инвесторов, да. Ну, вы же понимаете, что нужно всегда задавать какие-то вопросы, да. И когда человек не понимает и не знает, что такое лонг-шорт, ну, наверное, как бы понятно, да, для нас, для трейдеров, каким тут портфельным управляющим и пахнет. Более того, когда человек мне обещает и говорит про 140-160% в год, я еще более понимаю, что явно Форекс-Схема. И, в принципе, показывая мне сайт и другие вещи, я в принципе понял, что это реально какая-то офшорная зона и все дела. Я его спрашиваю, а кто будет хоть управлять капиталом-то? Он говорит, какие-то очень крутые итальянские трейдеры. Я думаю, наверное, эти трейдеры похлеще него болтуны, потому что итальянцы много умеют разговаривать. И я спросил очень простые вопросы задавал, как обычный человек, да, даже не берем как инвестор или там профессионал-трейдер, просто. Я говорю, ты их в глаза видел? Отчет хотя бы один покажи. Ничего этого нет. Ничего этого нет. Я не знаю, на что человек рассчитывал, но сказал я ему о том, что денег я ему не дам, потому что, к сожалению, он не обладает ни профессиональными, не даже начальными навыками по общению инвестиций и управления капиталом. Тем не менее, мы что-то дальше разговорились и человек в итоге понял, что он как бы ничего не знает, ему, наверное, надо учиться и, наверное, не стоит связываться с теми горе итальянскими трейдерами, которые почему-то из жирной, холеной Европы едут в Россию заниматься черт не чем, да еще и непонятно на каких рынках. Хотя он привлекал именно на российский, а на зарубежный. То есть, налицо, товарищи, факт ввода капитала из страны. Да, мы его, понимаешь, через США, пустя в свою компанию пытаемся завести обратно сюда, в Россию, да, тут они люди, как такие персонажи, пытаются вывести их обратно. Странный диссонанс. Тем не менее, все-таки человек подумал, что, наверное, надо не учиться. Я говорю, ну, хоть тебе нужно для начала тебе брыгерский счет открыть, да, на крючок смотреть, да. Может быть, какие-то курсы пройти, там, каких-то, например, роботов-помощников купить. Ну, может, какую-то обеспечивную систему, неважно, да. Но нужно хоть что-то начать, потому что, говорю, тут пробел у тебя большой. Если, как ты говоришь, у тебя много миллиардных клиентов, в чем я очень сомневался, и он там собирался такой думать, я, типа, сам хочу войти в компанию, там, хочу поучиться, хочу поинвестировать, я очень нескраскивался вот это уже точно твоей бабки, потому что человек не работает нигде, да, как он утверждает. Говорит, типа, семья там, дети, да, ну, как бы, у меня вопрос логичный, да. Вот, поэтому, прежде всего, друзья, вот такие вот случаи, как мне очень просто вывести любого человека на чистую воду, задав несколько вопросов. Поэтому всегда имейте в виду, что, вот, если человека вы совершенно не знаете, вообще не знаете, да, то всегда смотрите, кто вам его, кто вас с ним познакомил, иметь ли опыт с ним работы, иметь ли какие-то результаты, да, то есть, ну, какие абсолютно рекомендации для построения человека – это первое. Второе, как я всегда говорю, ребята, обращайте внимание на истории, образование, там, когда, чего, сколько существует и так далее, там, подобное. Третье – это смотреть всегда на результаты за последние 2-4 года, да, желательно, как бы, ну, разные степенты, потому что можно и плюсовые, и минусовые показать, но это не суть. Суть в том, что они вообще должны быть, что хотя бы сам факт торговли какой-то есть, а не вот этот тупизм, перевод в офшоры и до свидания, масса вылышь. Мне кажется, подобные персонажи до конца октября будут активно всем парить мозг, да. И, друзья, не нужно поскупаться, потому что даже Центральный банк недавно издал, как письмо, по-моему, указание, да, с разъяснением, что такое типа финансовых пирамид, да, или как там основные их определенные призинки. И самое основное – это то, что когда вам обещают либо гарантируют сверхвысокий доход. Друзья, 140-160 процентов, когда вам обещают – это бред. Запомните. Когда с вами начинает разговор, начиная со слов о риске, допустим, у нас риск там такой вот – предположительная доходность может быть так. Почему предположительно? Мы делаем предположение на основе, там, 4-х лет каких-то там работ, к примеру, что может быть вот так, да. Доходности от 17 до 40 процентов в среднем – это хорошая, это охренительная доходность для любого трейдера, управляющего, не важно, на каком рынке. Это реальный хороший показатель, потому что они, прежде всего, честные, да, то есть они реальны. Если вдруг человек срубил, там, условно, на скачке долларом – молодец. Ну, или там, на чем-то. Саша, я тебя не понимаю, а в чем хипиш? Вот я вижу жулика, я мимо прохожу. Ты сейчас 5 минут говоришь про какого за жулика, которому ты еще наставлял и учил жизни, как торговать на рынке. А на хрена тратить жизненное время на жулика? А в том-то здесь и прикол, что я в кафе просто находился, и мы там как бы пообедали. Меня просто попросили с ним пообщаться, да. Потом я вдруг выясняю, что человек, ну, он сам говорил, что работал в этих компаниях, да. Не знаю, правда или нет. Но тут я узнал недавно, что он еще и контактирует с некоторыми из менеджеров банков, да, в том числе там открытия. И я не знаю, в сговоре он с ними или нет, но человек вполне похож на такого, который может и брить базу. А он утверждал о том, что он увел клиентов из тех и других компаний, да. Поэтому я рекомендую всем, в принципе, присмотреться к своим сотрудникам, да, которые вот подобные связи имеют с подобными людьми. Потому что я так понял, он параллельно еще является клиентом банка. То есть я там ему помог открыть брокерский счет, но на этом у нас все и закончилось сообщение. Потому что он не перезвонил, никак не появился. Вот такая вот беда. На самом деле такое, что может быть, опасность тут какая, да. То есть вдруг из банка или из брокера начинают люди уводить там кучу денег непонятно куда. Или наоборот заводить, и деньги куда-то пропадают, да. А потом не обсогнем этих людей, если ищешь. Они же уволились с работы и уезжают, да. То есть связка какая? Какой человек в компанию входит в качестве сотрудника, начинает расти по служебной лестнице. У этой компании появляется клиент, его сообщник, да, который говорит, я там фельдзиперсовый перец и так далее, да. Этот сотрудник начинает сливать этому фельдзиперсовому перцу клиентов и базу, и сваливает с работы, да. А тот ни при чем, и становится клиентом следующей компании. Мне кажется, вот это нанайское ведение бизнеса, оно не только характерно для Москвы, но и для других регионов. Ну слушай, жуликов на самом деле полно. Вот я был когда в Астрахани несколько лет назад, там операционистка Сбербанка обобрала местную элиту, они давали деньги как бы в управление и думали, что Сбербанков. На самом деле. А это просто там тетка сидела в очереди принимает деньги. А там попали там главные прокуроры. Ну такие шишкари, которые искренне думали, что у них такое уважение к Сбербанку. Ну Сбербанк это монстр, да. И тут, то есть жуликов у нас навалом. Вообще-то какие вот примеры есть у тебя? Камеди Клаб недавно смотрел с Русланом Белым. И я просто, ребята, рекомендую всем набрать ролик. Видите, Руслан Белый высохнулся в родину в школах. Я такой же рассказывал, кастрюнулся. И я там сказал, что он, значит, про коррупцию он рассказывал. Губернатора Астрекова, да, посадили там и говорит, внимание, говорит, ребята, чувака нашли дома миллиард рублей дома наличными. Это бред вообще. Просто. Это в России до сих пор друзья есть. То есть 90-е никуда не делись. И мне понравилось, как Руслан Белый высмеял жену у этого олигарха. Потому что что за жена, которая не может потратить рублей, что он дома лежит. Что за бред? Ну пришли и нашли. Слушай, ну расскажи, как ты сталкиваешься, как к тебе приходят люди, которые рассказывают о неудачных опытах, контактах, как их пытались объегорить. У тебя же там на самом деле… Каландайк, скажем так, это история. У тебя есть поток, и ты можешь делать по ногтям, и даже на стенках там историю вешать, как стрекоз, знаешь. Да, я расскажу, например, о самом ярком таком случае, который был один из первых, в моей практике здесь, в Москве. Это когда один из наших ведущих трейдеров, его зовут Александров Саша, мы его называем А в кубе, ААА, потому что у него ААА. Он у нас тоже ведет курсы, ведущий трейдер, по Америке в основном, на России тоже торгует. Он попал к нам в очень плохом психологическом состоянии, я с ним познакомился. Человек слил как раз на Форекс 120 тысяч долларов, это было несколько лет назад. 120 тысяч долларов. Представляете, молодой человек, пацану там 18-17 лет. Представляете, это психологическое состояние. Несмотря на то, что как бы родители всячески поддерживают ребятенка, но вы понимаете, для мужчин в молодом возрасте такая серьезная потеря, и это очень большая психологическая травма. Ну реально очень большая. Ну конечно. И в итоге мы взялись за него, он стал обучаться и стал одним из самых лучших и успешных у нас компаний, в том числе. Почему? Потому что он много рынков занимает. Но он отбил деньги-то эти. Да, конечно. Слушай, ну последний у него стоит, он был 10 тысяч долларов за одну только сделку. Отбил. Но над этим работать. Понимаешь? Не каждый может восстановиться после такого падения. Если ему нужно задеть. Я скажу, что sembra пять, да? Мы постоянно During this Holiday $4, а после этого ожидали один факт от cher크 you're right, сколько конечленное oscoor ваша, мы перемcomодзе и номер играет ключ из нераз. Если бы не увидел уровень работать, там когда всё То есть если бы уже друг usdiver можно это за painful имеем, ага, ты же стараешься, что, приду вокруг тоже дышать. Потому и все убить планы, но ты умирайся. У тебя же по helped me buy, что клетной не следует по ному? Да ничего не следует. Хотите могу один из отчетов показать? Что угодно? Поддержать, поддержать, да? Поддержим понтарец. Ага, давай покажи. Это уже традиция. Ну да, традиция, что-нибудь покажем, что-нибудь интересное. Да, давай найдем сейчас. То есть опять же, имейте ввиду, это конфессиональная информация, но я с разрешения Андрея могу это показать. Но у нас разговор о жуликах не получится так, что Андрей из Мурманска подумает, что его вплелит туда в разговор о жуликах. Только о тексте. Нет, нет. Ну, смотрите, значит, здесь видно, как трескос настраивается. Так, давай, я немножко давай, что-нибудь покажу. Давай. Ну, смотри, здесь у нас входящий съезд 900 тысяч, заработанная вариационная маржа 296. А, подожди, это кто? А, Чеберченко. Да, это Андрей. А, Чеберченко. Ну, что ж вы никто не можете фамилию нормально сказать. Все полно. Ну, я думаю, он еще куча всего покажет сам. Вот. И у него там много чего будет интересного. Вот. Слушай, ну, ты меня все-таки сбил с этой темы жуликов. Значит, и парень попал в цепки лапы жуликов, да? Да, реально. И, к сожалению, вот проблема вся в чем? В том, что юрисдикция, например, пока закон не будет принят, юрисдикция в России, ну, то есть с кем судиться? То есть это уже куча подставных компаний, и вы сами соглашаетесь со всем, что у вас, как говорится, ну, тут уже, к сожалению, ничего не сделать. Потому что никто судиться с зарубежными организациями не будет. Тем более, там, с иностранными гражданами или управляющими другой страны, это иностранное подданство в том числе. То, что тут реально предлагалось у меня, например, работать с иностранными гражданами, непонятно, с какими там считаем. Как бы, ну... А вот является ли жульничеством, если какой-то человек, допустим, он в реале сливало, но при этом он позиционирует себя, как успешный втрейдер, берет деньги за обучение? Нет. Это не жульничество? Нет. Потому что человек, который, на самом деле, там сливало, он лучше всех знает рынок, на самом деле, в теории. И он может реально людям помочь, сказать, ребята, ну он здесь полная жопа, потому что я сам такой же лошара, как и все, потому что делают вот так. То есть он знает, как не надо делать. Лучше всех. То есть он может смотреть все его сделки и играть против него? Ну, условно говоря, да. У таких людей, я скажу сразу, ребята, у сливал учиться можно, как не нужно делать. Потому что, если вы столкнётесь только с успешным трейдером, то вы, наверное, увидите, наверное, только то, что нужно делать, да? А если вы пойдёте в какую-то передрягу, например, то, что вы не сможете из него выбраться, потому что вас этому никто не научит, потому что они, допустим, не сливали никогда, да, к примеру. И это на самом деле плохо, потому что чем больше капитал до первого слива, тем хуже человек восстанавливается. Лучше, чтобы человек был маленький капитал слил, маленький капитал слил, а потом уже пошёл дальше, потому что он научится другим вещам совершенно. Как бы разница в этом. А вот что у вас с сервисом обучения американцев с этим вторым офисом? Довольно все интересно. Понимаешь я почему? Потому что злые люди, а я практически, я же к добрым людям к сервису, а в ответ с их злым. Говорят, что у вас первый офис уже закрылся. Какой? Ну, американский. Ну почему не я? Ну что ты? Прости меня, но просто я не только с тобой общаюсь. Нет, я понимаю. Просто прикол в том, что закрыть его – это геморрой. И это очень, как это. Друзья, вы не думаете, Америка – это не Россия. Взял, закрыл, и съел. А чтобы закрыть – это каюнь, ребята. Это еще хуже, чем открыть. Поэтому те же самые секью и депозит и прочие вещи, они как есть, они так и есть. Ты можешь вообще в офис не ходить, но толку-то от этого. В любом случае офис он будет, его девать некуда. И это дешевле, на самом деле, чем его открывать и закрывать потом. Это реально дешевле. Те, кто с бизнесом хоть чуть-чуть связан, например, в иностранных государствах, он это поймет. И я хочу тебе сказать с того момента, как мы общались в последний раз с ребятами разными, которые к нам приходили, там, работали. А там сейчас появились тоже новые, как бы более такие ребята, которые, скажем так, с яйцами могут обучать. Потому что реально это была целая проблема. Ну, ментальность и так далее. Из тех старичков, с кем мы тогда встречались, я вот смотрел, что в последний раз, когда мы сайт обновляли новых ребят туда, вписывали, а только там двоих из старичков наших последних там видел. Остальные это уже новые персонажи у нас. Которые могут и умеют говорить, правильно рассказывать и давать информацию текущую. И, естественно, на самом деле. Так вот, я тебя сбил с темы жуликов. Значит, у нас есть жулики по всему спектру. По обучению, по как бы дворитному управлению. То есть у нас весь спектр фондовый, вся фондовая структура, она… Вот сам прикол. Финансовая безграмотность, она плодит массу жуликов. Да. Если бы, допустим, я был наивный, не знаю, там, директор какого-нибудь завода, и мне этот Павел Неводин присел бы на уши, я бы сказал, да, круто, это будет 24, офигеть, там, знаком с теми-то, с теми-то. Ну, с одной стороны, безграмотность, с другой стороны, желание, как бы… Ну, заработать же мы все. Желание такого русского Ивана, я тоже не хочу ехать в Рэйл. Все мы русские Ивана. Да. Конечно, то есть когда человек там расскажет, что у него там высокопоставлен, там, клиент… Хабангистил. Человек утверждал, что у него клиент, чуть ли там, не один из руководителей, еще там, палаты Российской Федерации. Да. Типа, там, когда я ему помог, он своего финансиста, там, уволил, потому что я такой грамотный, там, типа, управляющий финансист. Я такой, ну, я думаю, реально круто. Ну, то есть вот если со стороны, то есть реально круто на уши можно присесть, да, что-то там… А вот были у вас какие-то недовольные, которые приходили, что деньги брали в управление, да? Конечно были, конечно были. Ну, расскажи про что-то. На самом деле вот к нам приходили с разных компаний в основном, что мне нравится, да, вот наши небольшие тусовки, там, цели, открытия, финансы и так далее, да. Если оттуда кто-то недовольный приходил, да, ну, не было такого, чтобы кто-то кого-то обманивал или какое-то было мошенничество, надувательство. Были, может быть, недовольны отчасти результатом. Причем, ну, перепрыгивали от брокера к брокеру, с тарифов там личный брокер-управляющий. То есть одни идут из одного брокера, а эти туда. То есть они там меняются, да? Слушай, вот были такие моменты, что человек взял и в спреде перекачал на левый счет, например? Такого прям не было. Ну, у нас, по крайней мере, такого не было. В принципе, практика такая, как перекачивать денег туда-сюда, она, естественно, есть. Как бы в этом не секрет. В основном, скажем так, ой, стойно, нельзя. Майкл Джексон называют. То, что что там, я как бы недолго хотел. Вот. Проезжал, скажем так, мимо. Андрей, помню, говорил, что заезжайте с Андреем. Мы с Андреем, видите, как не смогли, Андрей будет чуть позже. Или яркими гостями. Ну, конечно. Ты нарисовал мне тут в пейншопе, да? Ну, дай-ка я покажу. Отмажусь, что Андреем... Ну, да. Мы тут, как-то типа... Типа случайно. Пожалуйста. Ладно, это ж шутка была, значит. Основные примеры журничества. Давайте так структурируем. Основные примеры, смотрите. Значит, финансовые безграмоты. То есть они очень сильно пользуются. Стараются, значит, работать в одной упряжке с руководителями, например, банковских, там, брокерских подразделений, инвестиционных. То есть, допустим, вы представляете, там, какой-нибудь штаб 300 человек, да? И руководитель знает все, что нужно. Там, не знаю, несколько лет готовился к этому. И потом появляется такой персонаж, который там начинает баламусье какой-то ввода, да? Ну, или человек с ним взаимоотношения. Это как форекс, да? Он сначала дает заработать, 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 заработать какие-то там, что-то вам показывает, а потом на хрен сваливает. Меня насторожило, например, прежде всего то, что, когда человек перечитает какие-то свои регалии, где он был, какой он был, я, собственно, интересуюсь. Боже мой, боже мой, за некое вывод. Итак, как структурировать и понять, да? Что, как бы, разводил или возможный риск? Потому что иногда бывает, что и неразводили. Я позвоню Веденееву, если не было сомнения. Там не было ни ограничения, вот это очень серьезное. Ты скажи! Основные примеры пытаются прикрываться чужими и большими громкими именами. Вот эта вот тема. То есть, если я ходил на собеседование кр fotubb 24, не значит, что я там работал. Да? Давно? И если я был каким-то жалким операционистом, это не значит, что я был в VIP-отделе или занимался крупной инвестицией, например. Но люди могут так говорить. И по факту, например, где-то, да, работал в УТБ, а кем, непонятно. Или работал еще в райфайзинге в банке или каком-то другом. А непонятно кем. И, внимание, друзья, вопрос. Но в банках как бы нормально люди могут получать. Тем более, если какие-нибудь премиальные менеджеры и прочие там все вещи. Почему, собственно, нет, но и почему люди там не работают сейчас, да. А вот эти вот истории типа обиженных менеджеров, которые там создали новый шариководшипник и теперь они забрали все патенты и всех инвесторов с собой. И вот, ребята, давайте вложимся из работы. Это не важно. Это в любом деле, в любом бизнесе, да. То есть они могут что угодно любую историю придумать. Пересмотрите те же самые друзей Ocean, да, все части, как они, казино там, одевали, да. Представляли с разными людьми, делали клевые легенды и прочее, прочее, да. Как бы сейчас это как бы не редкость. Просто у нас есть некое доверие априори, да, к тем людям, которых нам как бы представляют, тех, кого мы вроде как бы знаем, да. Но прикол в том, что ни этот не знает его, ни тот, ни третий. Как иностранцы, да. Как только ты плохо говоришь на русском. И многие эту тему как-то эксплуатируют, на самом деле. Обязательно эксплуатируют. Особенно те, которые у меня делают акценты. Прожили некоторое время, например, в США и так далее. Ты уже начинаешь рассчитывать акценты, да, определенных направлений. Поэтому основа такая. Я смотрю сейчас как бы активизируется именно сложные схемы. То есть в упряжке несколько человек. И, как правило, значит, в таких командах люди работают в какой-то компании. Изначально он называется свой казачок там засланный. А остальные там либо клиенты, либо партнеры, либо еще что-то такое. Ну, такая цепочка, да, разная. И они начинают там… Слушай, ты меня сейчас больше ненавидишь? Почему? Ну, потому что ты мужейся. А вот это вот постоянно хипиш идет на всяких ресурсах, что вы продаете какие-то эти системы, которые не работают. Которые простые, как 2G2. И они… Ну, не будем говорить, о чем они основаны. Ну, рак там абсолютно. Начинают скользящие средни, заканчивают там сложными каким-то… Да. И потом, значит, такие вот истории какие-то читаешь, да, может, конкуренты пишут о том, что вот продали, и потом она стала генерировать убыток, пытались остановить, звонили, и не за неделю только могли установить. Никого нет. Это что? Ну, знаешь как? Во-первых, как бы все люди разные. На лист там мало кто рассчитывает. Ты, допустим, с клиентами договариваешься, что, ребят, какой мы риск вам ставим? Они говорят, там, у нас 5-10 миллионов рублей будет. Ну, окей. Так 5 или 10? От чего отталкиваться по риску-то? Ну, сейчас будет 5, а завтра там положу 10. Ну, мы такие… Смысла сейчас ставить на 10? Нету, да, риска. Потому что, допустим, робот будет по настройкам набирать больше позиций. Окей, поставили на 5. А у него вообще там меньше двух. А-а-а, понятно. И что еще за бред, да? А потом человек говорит, ой-ой-ой, ну, как ой-ой-ой, ты же сам сказал, что у тебя вот так вот так, и, собственно, ты, говоришь, там, клялся-божился и прочий момент. И потом, друзья, товарищи, предыдущие доходы любого робота и компании говорят о том, что они могут быть в будущем. И у любой компании могут быть минусы. И, конечно, не надо учесть. Сейчас, одну секундочку. Ладно, покой. Итак, друзья, значит, запомните это имя и фамилия. Павел Неводин. Будьте осторожны. Работодатели при приеме такого персонажа. Проверяйте свои базы. Проверяйте своих сотрудников на принадлежность к этому человеку, потому что он наверняка может спереть любую базу с клиентами и представиться, что он, типа, у вас работал. В общем-то, будьте осторожны, бдительны и все раздавайте правильные вопросы. Обычные, правильные вопросы. История, стейтменты, кто такие, куда, какие правоотношения и прочие вещи. И самое главное, не ведитесь на большие проценты. Это все фу-фло.